Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу продемонстрировать вам и связать очередную приманку из перьев. Это вот такой перьевой стример для хищника. Он уже неоднократно побывал в зубах щуки, остался жив, пока еще здоров. Уловистая приманка. Хочу с вами изготовить очередную приманку, основываясь на принципах построения такого стримера. Крючок я подготовил несколько больших габаритов, так как мы с вами будем ловить спиннингом. И для этого мне, для моих друзей, надо изготовить вот такую приманку. Я огрузил латунными глазками и под килем, дабы у меня она была не зацепляйкой, установил кусочек свинца. Теперь нам необходимо, для того, чтобы симпатично смотрелись наши крылышки, в месте загиба сделать небольшой шарик. Так как я в дальнейшем буду все это делать и работать еще с красным мехом песца, я возьму небольшую щепоточку красного меха песца опушечки. Вот так будет вполне достаточно. Я подготовил два приблизительно одинаковых пера гризли, так чтобы они у меня аккуратно сформировали хвостик и стали с двух сторон. Вымеряем длину, длина должна быть в полтора-два раза больше всего крючка. Уберем остатки. Можно изготавливать одним пером, но так как я располагаю необходимым количеством перьев, будем изготавливать из двух. И теперь я с одной стороны прихватываю наше перо, подхватили, оставляем, и с другой стороны. Так как я предварительно их выровнял, мне не надо беспокоиться о их длине. Главное, чтобы они у меня, вот как вы видите, стояли вот так симпатично. Чтобы не выполнять на одном и том же месте несколько обмоток ниткой, я добавлю капельку клея к месту крепления моего хвостика перьевого. И в этом месте я буду крепить с одной и с другой стороны по небольшой щепоточке красного мехописца. Вот совсем-совсем-совсем немножечко, дабы обозначить плоскость прицеливания. Вот приблизительно вот такой пучочек по толщине. Убираем под шерсть, так он нам пригодится. И сразу подготовим второй пучочек. Годится. И теперь самое основное, в чем заключается крепление моего меха. Я буду стараться его вот так рассредоточить по ширине моего пера. Поэтому подхватим сперва наш мех и вот так дадим возможность ему рассыпаться с одного края. И берем второй пучочек, укладываем и со второго края. Следим за тем, чтобы мех у нас не прокручивался. вот так закрепили. Как вы видите, вышла как бы небольшая пушечка, но она расположена с двух сторон крепления нашего пера. При намокании будет создавать иллюзию жабер. Вернее, простите, плавников. Теперь добавим клея и закрепим немножечко блестящих элементов. В качестве блестящих элементов я буду использовать кристалл флэш, так как перо и мех не будут сильно позволять моим блестящим элементам скручиваться. с материалом. Поэтому вымеряем длину, остатки отрезаем и добавим еще щепоточку сверху. Вот так. Подровняли по длине, остатки отрезали. Вполне достаточно небольшого такого количества. У нас теперь остается закрепить проволоку, которой мы будем крепить перо при обмотке. Я, как всегда, беру нехром 012-015 проволоку. Креплю ее здесь же и теперь хорошо закрепляю все наши материалы. годится. Для изготовления тела я буду использовать даббинг. Обмотку тела я буду производить вот таким пером гризли. Я подобрал величину бородок, соответствующую моему крючку. закрепим здесь же перышко. Как я уже говорил, тело мы с вами будем изготавливать из даббинга красного цвета. Можно обмотать тесьмой, синелью, ниткой, любой подходящей. То, что у вас будет в наличии, то можете использовать. Пока никаких блестящих элементов мы не добавляем, будем формировать даббинговую нить. Нанесем определенное количество красного меха, песца и сформируем тело. не доходим немножечко до глаз, приблизительно пару миллиметров и там добавим совсем-совсем немножечко даббинга, потому что глазки, возле глазок мы будем формировать яркую более головку. Вот так и будет уже у нас достаточно. Теперь, чтобы не проходить 10 раз в одном и том же месте, я возьму совсем небольшую щепоточку оранжевого вот такого блестящего даббинга и пройду, так как потом мне будет неудобно мешать перо, пройду между глазками и гантельками. Можно взять красного, оранжевого, розового. Если как такового нет, можно не использовать допустим блестящий, а ограничиться тем же красным даббингом, которым мы обматывали наше тело. Вот так прошли и нить оставляем здесь перед глазами. Теперь берем наше перо, отгибаем в сторону бородки или же можем использовать метод плоскостного наматывания пера. Помогаем нашей щеточкой. рамным шагом, так как вулебаггер изготавливается, доходим до уровня крепления наших глазок и здесь теперь выровняем перо для нормальной обмотки и выполним один-два полных оборота. Поправляем наши перышки. Вот как раз хорошо вышло до пуховых наших перьев. Прихватываем перо, остатки отрезаем. удалили. И теперь для того, чтобы наша перышка служила подольше, мы должны промотать его нашей проволокой. Следим за тем, чтобы не попадали бородки под проволоку, раздвигаем их вот такими движениями и прихватываем наше перо. Помогаем щеточкой. дошли до крепления нашего пера выводим нашу проволоку в район колечка и сюда же перемещаем нашу нить. Прихватываем снизу, переводим и подхватим теперь нашу проволоку. для того, чтобы более симпатично выглядело я сразу подкрашу нить в красный цвет фломастером снизу окончательно здесь сформирую как таковую небольшую головку. отламываем нашу проволоку, нанесем капельку клея, вот, друзья, как вы видите, незатейливый, но довольно-таки уловистый стример у нас готов к работе. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!